так сегодня я хотела показать макияж с кистями я уже показывала в инстаграм какие у меня есть кисти что у меня значит вот это для тональника для тона так это у меня для румян это для бронзера это две кисти меня для глаз в этом 2 and essence essence это для нанесения это для растушевки так и 2 кисточки для бровей значит это для помадки акте заказался с флангом тушь для бровей новая появилась и вот это тоже у меня для растушевки для бровей в общем не осталось немножко тональника ребут пробника сейчас я посмотрю осталось там что туда есть значит можно наносить на палец можно наносить на вот сюда да то есть в данном случае и в принципе можно не использовать консилер наносим просто тогда отдельно мы глаза сначала красил сколько там у меня еще осталось кстати у этого тональника очень хороший запах причем он у меня уже где-то полгода этот пробник то что я сейчас не пользовалась тоном это у меня физиченс формула в общем продается в наборе вместе с тональником отдельные расход намного тональника меньше вместе с этой кисточкой значит наносим тональник намного меньше нужно да то есть я делаю можно сказать на глаза отдельно на лоб отдельно и потом он два пшика сюда на одну сторону и другую так значит красим нос обязательно проходить нос если тональник особенно вас темнее чем кожа то нос обязательно нужно ярко ярко тональником замазывать так значит обязательно под носом над губой тоже самое главное что можно посмотреть есть остатки они еще очень долго мажутся значит и растушевываем не растягивает кожу можно заметить кисточка так значит и самое главное что брови она не закрашивает если например вы вдруг не успеваете покрасить брови вы можете в принципе так и оставляй да потому что вы не заходите на брови все-таки я сейчас накрашу немножко еще консилером где он у меня был с минуточку если я вы сейчас найду здесь да вот у меня консилер у меня арт-визаж рекламировали мне на курсах визажи их потому что он аля ивсен лоран у него кисточка такая с длинными ворсинками в общем его тоже вот так чуть-чуть красим а и мы значит еще вот здесь проходим так не помню где в принципе так как если он светлее чем тональник можно еще пройти на лбу так и в принципе вот можно здесь если особенно нету ничего другого остыляющего кожу значит и закрашиваем а опять же можно этим же да вот красить в принципе можно было сначала красить им а потом тональным средством вот мы как вы закрашивали так теперь значит мы переходим к бронзеру это у меня герлен для шариков метеоритов но в принципе но она такая средненькая то есть на под кучок а для всего лица то есть для просто румян или только для вот здесь так подкрашки на не подойдет в данном случае у меня h&m тональник бронзер такой самый светлый из h&m даже на лето он очень темный и проводим тройку до буквы по одному разу и на шею с двух сторон все да дальше мы берем значит кисти на декор нормально на удивление кисти кстати у меня есть лр немецкая фирма прямых продаж абрикосовый я вообще люблю персик вы но это абрикосовый румяна в принципе на весной покупала себе да то есть то что когда красные есть участки на коже то розовый румяна я не люблю короче в общем если например гиперчувствительная кожа есть как бы ну после зимы например там звездочки сосудистые все то розовый румяна будут смотреться не очень хорошо то есть нужно либо вишневые либо там на раздавал то что оргазм да то есть они такие но у них одням цвет в общем не просто розовый а какой-то у нас вы должен быть в красноту отдавать тогда нормально а если розовый естественно то это не очень красиво выглядит в общем румяна и крашу да причем тоже румяна можно красить не только в одном месте так как они не розовые как раз а тоже их можно в принципе смешать с бронзером немножечко все у нас идет принципе есть еще и пудра но я ее иногда не крашу потому что у меня нормально тональный крем ложится матовые то есть тогда я пудру не использую то что она бывает сушит значит тени у меня есть тоже лр но у меня есть еще другим данном случае я буду использовать лр правда у меня уже они заканчиваются так сейчас я покажу значит как я примерно крашу значит берусь и цвет например самый светлый вот этот вот значит кисть у меня такая обычная и значит в общем я крашу внутреннее веко неподвижно подвижно называется подвижное светлому другое вообще тени светлее чем кожи я люблю на в принципе наносить да то есть как один из цветов первый цвет это должен быть цвет светлее чем ваша кожа значит потом в принципе можно перевернуть и я беру цвет золотой которым не заканчивается и вот здесь значит линию складку века прорисовываю золотыми тенями так другую то же самое потом немножко беру и закрашиваю вот здесь внешний уголок верхнего века так зеркало при дневном свете так намного аккуратнее получается чем пальцем наносить то есть так теперь значит я беру в принципе растушевочную тушь а кстати можно еще нижние века нижние века каким лучше покрасить то есть в данном случае нижние века можно покрасить тенями темнее чем мы красили верхний века то есть тут идет бронзовый цвет с чем на серый и вишневые то есть зависит от того какую одежду вы надеваете в данном случае ну допустим можно представить что у меня есть цветы на общем домашний платье я могу тогда взять в общем вишневый цвет и покрасить так как вот этот уж с довольно таки крепкая прокрасить нижние века аккуратненько вишневыми тенями потом в крайне случае можно будет подтереть в принципе выйти можно немножко за бок сюда чтобы не просто это было так и потом еще будем растушевывать так короче теперь я беру то что тогда уже не нужно дополнительно растушевочную кисть ничего наносить а просто растушевываем потому что есть и боковой тоже растушевываем в принципе там сверху я хорошо накрасила можно не тушевать тем более там нет темных оттенков в принципе бывает как что если у вас слишком густая линия можно взять еще консилер сверху немножко еще консилером подмазать вот я беру еще консилер еще это также можно делать если например у вас тушь потекла то есть вы покрасили тушь она у вас отпечаталась стереть можно или если у вас тени сыпятся опять же сверху потом опять консилер и еще раз провести да все то есть я вот так провела там дальше что у нас получается дальше я в принципе вот это вот физишнс формула резиновые у нее ворсинки она в принципе можно даже было не красить консилером а просто так потереть она бы но основную часть все-таки убрала бы и сама по себе то есть здесь можно ножка тоже так вот стереть в общем это вообще как вместо ватных палочек можно использовать что значит тем более узенькая очень хорошо используется теперь брови значит что я делаю с бровями у меня есть о коматка оля беверли-хиллз ой да в общем и у меня есть такая кисточка силиконовая ой вернее искусственные волокна которая в принципе хорошо красит начинаю вот так вот красить к сожалению сейчас у меня нет фиксирующего гель я заказала в ланком тушь которые сказали на консультации онлайн ланком по вот запу что она и фиксирует и красит поэтому я вот до этого любила мэйбелин у меня были два вида туши для бровей от нас форсинками которая добавляла волосы которым не одно время нравилось потом разобрался 2 просто красящие фиксирующий гель с форсинками был кстати такая ничего тоже принципе цвет коричневый серый то есть хороший цвет в принципе такой себе причем на удивление он светло-коричневый совсем еле коричневый в общем мы покрасили вообще еще я люблю у меня было значит для бровей сейчас я покажу минутку но сейчас у меня почти уже закон короче микс вот это вот два в одном знать чем здесь смысл что одна сера топ топ до цветов серо-коричневый второй коричневый и я вот эту значит ну нужно красить серо-коричневым а вот концы более темным просто коричневым получается очень красивый цвет бровей до перелив до из одного цвета в другой получается в данном случае у меня серо-коричневый закончился поэтому я его не использую но это очень красивый эффект когда бровь у вас перетекает из одного цвета в другой в данном случае вот я накрасила брови сначала значит помадка кико есть кстати сайт у них посмотрите очень интересная там есть косметика по уходу косметика довольно-таки сильная но ну то есть она может вызвать аллергию да то есть то что у итальянок у них цвет о вернее тип кожи намного плотнее чем у северных девушек поэтому в принципе надо подбирать там да если что-то брать то для чувствительной кожи в общем потом брови я вот так расчесываю чтобы был равни цвет лег так теперь здесь все расчесали да и тушь у меня вот а еще у меня есть вот такая вот карандаш эвелинда который обязательно часто я делаю после туши так допустим после туши я возьму так есть у меня еще рекламировали значит в общем карандаш для губ мебелин механический так есть там что-то еще не сломался вообще так так очень что он у меня сломался так что мне не крутится такое ощущение что у меня сломался ладно без него тогда будем значит новая тушь мне подарили его мозаик хочу попробовать сейчас для интереса просто как она красит так у него вот такая вот щёточка она это оля в общем как там называется в общем это короче забыла как называется фирма короче которая а vivienne собой венса был в общем посмотрим как она красит для интереса просто так как она тоже загнутая в принципе может будет хорошо в принципе то она довольно таки хорошо красит так допустим я сейчас делаю один слой второй слой сделаю свои водостойкой тушью сифора который не очень понравилось времени второй слой а нижние ресницы верхний значит я сделаю этим а нижний вот этой водостойкой сифорой так причем она хорошо сразу на все ресницы кладет тушь то есть не на какой-то край а сразу на все кладет на удобно растеклась по тюбику видимо так это у меня один слой значит верхнюю с минуточку то есть хорошо довольно-то легло без комочков все нормально потом поближе покажу так теперь беру еще раз покажу слой вот эту тушь мне очень понравилось ее можно использовать на нижней реснице она как бы объемная так теперь беру еще раз покажу слой верхних это у меня собака охраняет дверь так еще раз верхнюю в общем соседи у меня там если слышно разговаривают так уж очень хорошая его мозаик это честно говоря вообще мне ее подарили я не знаю вообще какая-то линейка но она даже хорошо загибает и даже удивилась честно говорим и вторую сейчас очень хорошая тушь я поближе покажу прям вообще шикарная прямо скажу по сравнению с этой сифорой даже я у меня был пробника черный да то есть который не водостойка намного намного лучше это вообще даже я вообще в шоке самом деле что это такое это вот оля ювен собой действительно то есть даже мне дали честно говоря этот подарок вот эту но это было у них новинка разрекламируемая и вот эта серая тоже могут мне пробник дали серой вообще ужасная туши на самом деле я даже не знаю только на нижние ресницы наверное буду использовать в общем так теперь вот этот карандаш у меня обязательно я его использую так естественно на на здесь вот то есть вообще конечно у меня еще есть миниатюрка карандаша марджейкер с черного который можно было бы до туши подкрасить верхний да то есть между ресничный контур сейчас что я забыла здесь я обязательно подпрашиваю так вот так пока не не всего я буду показывать так сейчас я сразу поближе пока посмотрю зеркала но немножечко да в принде вот опять же да если немножко потекло вот так она даже под ресницы хорошо заходит эта кисточка у меня есть в общем на данный момент только один блеск нормальный сифора да я покупала сифора в принципе у не довольно таки яркие цвета в принципе для франции нормально поярче цвета потому что там тоже все такие бледненькие и ягодно такой цвет вишневый продаж у меня что-то не выкрутился в принципе но для такого темно можно даже было бежевый все равно продаж сейчас поближе посмотрю зеркало нормально так и теперь в общем а так ну по поводу косметики все наверное да теперь значит какие у меня есть парфюмы значит у меня есть и семьяки парфюм классических 30 милитов я беру только 30 потому что они тухнут через полгода все вы всяко все парфюмы значит есть у меня интересный бревгоши у них была серия как я линию эти сумки до которые вот очень вкусно вообще у меня был дизель вишневые давно давно в 2000 был дизель крутой парфюм вот это вот тоже самое именно его нашла я его заказал и вообще сразу так когда я его бревгоши застал час по у них это линия пропала брак я линии да это итальянские сумки еще у меня на мейк-оп-стор куплено я храню его вот в этой просто естественно и такой недорогой аромат скорее всего быстро выветривается туалетная вода реплей да то что вообще реплей люблю поэтому естественно вот этот парфюм в принципе американский стиль такой вкусный запах такой но свежести да в стиле дико инвай вот такого плана короче и данный момент данный момент так как мне никуда не надо я использую вот этот вот да то есть если мне нужно например быть выход свет этой семьяке если мне нужно как бы на романтическое свидание это у меня вот этот вот парфюм вечерний и как бы на повседневку там в детский садик или там куда-то еще у меня вот этот парфюм реплей молодежный парфюм вот я короче циклась я в принципе готова до перебиваю одежды и выхожу вблизи так сейчас я посмотрю выйду на более такой хороший свет вот примерно как выглядит косметика как выглядит вот когда я накрасилась вот-вот я допустим так глаза плохо видно тушь не очень хорошо видно но тем не менее она действительно очень что мне так уж не что она мне вверх не загнула так может быть надо третий слой сделать ну так не знаю короче мне казалось что когда я красил что она направили лучше чем вот это сифора так можно делать